Дроздову 75 лет Кого это они показывают? Дроздову 75 лет Николай Николаевича И мы 75 А что думали больше? Российская Академия Ну сказали сейчас Ну ладно, можно выключить Мама, иди сюда рядышком Давай-ка ты от меня вот здесь сядешь Мы небольшое составим интервью На память детям вашим Ну давай точно Давай Меня уже выключило Я выключила А ты включил Сейчас, здесь Вот я ребятам говорю Выключить Никогда я не думал Что я у вас в гостях буду Когда вы были потеряны Это сказать В городе там Было и было и было И вдруг Вот все одно к одному Как слепилось Купили машину Загрузились Поехали на благовестие И теперь Нам затруднения, конечно Представь себе Нигде не помыться Как будто бы мы Только сегодня Выезжать собираемся Это я Господь устроил Я с отцом Разговаривал Насчет здоровья Только на меня Не обижаются Договорились Ну уже не обижаются Оказывается Вы старше меня На один месяц 38 дней Да Всего так что Можно считать годки Так не можно считать А годки Как есть годки Я ему говорю Зачем же ты вот это вот Дедушка Он говорит Это говорит Еще как назвал болезнь Грыжа? Да Пупочная грыжа Пупочная грыжа Говорит Вот Я говорю А сколько тебе Рост? Он говорит Метр семьдесят два И у меня метр семьдесят два Мы подходим Так как Вес сколько? Шти Рост У меня шестьдесят четыре Видишь какая Вам не хватает То есть конечно По бодрости По всему Человек Это У нас лепископ был Антоний Ну вот прям вот таким вот он И ко мне как-то пришел в гости На второй этаж Двухэтажный дом Поднимается Говорит Че как порож Пухишь-то Да не могу Я говорю Я тебя вылечу Иначе ты умрешь Не будешь жить А как? Переходи ко мне жить Епархию сделаем здесь Будешь вставать со мной Я ему сегодня отцу говорю Я тебя вылечу Я говорю Вставать будешь со мной Вместе молиться Это мне не подходит Так? А как не подходит? Я говорю Мясное долой В рот не брать Никаких там кальмаров И выпивки нет Да кака же Я каждый месяц должен Напить Нет Это лично Самое главное Что не стреляешь Нет Это пьетископ Антоний В 41 год умер Да Да Все Наш там где-то Ну начал Какими-то таблетки Там снижающие Там Ну жир Чтобы пожирало Где-то Это не надо Нужно Скромно Потеть Несколько раз На работе Активный Активный образ жизни Активность заключается В всем В нужности Вот мы едем Представим Сколько это Сотрясений Трясет Выматывает Жара Ничего Старение Организма Мы благодарим Бога В конце Подняв руки За всех Кто молится За нас На небе На земле За всех Кто молится Во благо нам Чтоб Господь услышал Наши молитвы О всех Заповедовших Нам молиться О них У человека Нужность появляется Вот бабки Бывает Она Проходим По деревне Она лежит Днем Бабушка А что ты лежишь Да не могу я А что Да что Дети уехали Я одна Никому не нужна Баба Это не так Ты нужна И ты даже не знаешь Ты ночью Встаешь иногда Ну по нужде Ну вот и хорошо Нужна заставила встать А ты молишься За президента Путина А что за него молиться А он нуждается В этом Чтобы мудрые Законы издавать За медведевы молишься Нет За патриарха Нет Молишься Чтобы в войне Не было мирное время Чтобы Китай Нас тут не разодрал Это все За милицию Полицию Чтобы она не угнетала Народ свой За пожарников Которые жизнью рискуют Разными вас греши Ты понимаешь Сколько у тебя Обязанностей А ты все их бросила И легла И лежишь Как же ты перед Богом Отвечать будешь Наверное родных Никого нет Да есть Вот сын Он бросил Уже 10 лет не был Так ты молись за него За внуков Молитва потрясает небеса Склоняет их на милость Вот мы что Молимся едем У нас прям мгновенно Помолились И у нас Все это получается А сколько людей Нас благословляло Заехали в храм Батюшка кистью Каждого Мокрой Водой Благословил Сели Все молятся И поэтому Мы едем Настолько это успешно Вот встанем Вот здесь мы ночевали Сегодня Мы все зарываем После нас никакой бумажки Не остается Следа Ну комары Это Мы же не в раю Мы на земле Конечно На земле Машка какая И вот я и предлагаю В самолез Конечно Я вылечу тебя Жалко комаров Они тебя мало ели А у вас замет Никита Такой был Он от народа Грабил И вот однажды Жена дома Варит там на кухне Ну и Мария Варит И поварешка Проворачивает Смотрит Кисть руки всплыла Смотрит маленько Котел большой Смотрит Голова человеческая Она закричала Никита Иди смотри Суп то варит А суп то положил Нормальный Как всегда Рыбу, мясо Он подходит Кисть руки всплыла Локтевой состав Ему сразу Бог на сердце положил Это от того Что я людей Ограблял Я грабитель Я убил И теперь Питается Ближним Это не отдал И он сразу Все оставил И ушел И главное Ушел на болото Разделся до нога Где море Этих комаров было Тогда же вообще Не уничтожали Его едва Узнали по голосу И жизнь Все переменилась Я не говорю Что на болото Идти Ну что то надо делать Себя начинать томить Не так что лег И лежа лежит И чакает Телевизор смотрит Я видел одного Тут В Красноярске Смотри На боку лежит А Николай-то этот Дрозов-то Он не на боку лежит Нет Он везде успевает И в тайге И где ты Ты же только приехал Один день А уже судишь О человеке Зачем ты Это самое Понимаешь Я сказал Не обижать Предупредил Ну я и предупреждал Тебя Что ты Это самое Мелишь языком Нет Не знаешь Что я По делу По делу Тяпкой Тяпкой Весь огород Делал Молодец А вот Николай Откуда приехал Зачем Лежать 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 Не надо Днем Зачем ты мне говоришь А я болею А вылечиться надо А я лечусь А как лечишься-то Успеха-то нет никакого А мне зачем А мне Игорь поручил Говорит Позаймайся с моим отцом Он говорит Не может двигаться уже Ты помоги мне Я же по делу говорю По делу А вот Николай-то Этот приехал Дрозов-то Смотри какие страны Какой он сухопарый-то Он на коне И поет И едет Из зарубежного У него там все Никогда обижаться нельзя Это не христианская Никак А какой выход А выход Даже чуть-чуть Маленько засыпало А я завтра уже Этого не буду Вот у нас Приезжает Глушков Ну ты видел Какой он Конечно Игорь Кончает А ты рано умрешь Когда днем Не придешь Спишь днем Какой же Мои шпорово Спать днем У меня жена За 50 лет Ни разу не видала Лежащим Лежащим Ты маленько Ты нужен У тебя дети подрастают Дочери За каждой дочерью А ты лежишь Спишь Такую мамону Раздел Разве можно Болеет А все таблетки Глотает Горстями В город заезжает Сразу В первый же киоск Блишей набрать Не бери Ни два-три В рот Ничего Ты увидишь Как поползет Это болезнь Я говорю Если бы была Эта болезнь Такую Ну обычно Когда лечат Людей То сначала На мышах На крысах На животных И когда узнают Как реагирует Организм Тогда на человека Так если бы узнали Что от болезни Человек делается Жирным Толстым Без корма Колхоз Корон на свиней Быстро развели Нет В рот не положишь Шабаш И чего нет В обратном порядке Рассуждаем Мы должны сказать Я сюда не положу Ничего нет Вы не поверите Я за два месяца На 11 килограмм В армии поправился А почему? Потому что я вот такой был Меня направили Прорабом работать Я работал Я около Иркутска Пришкина Заключенными Каждый день 250 человек 6 объектов А я Ну сопляк Еще и в армии То не было И ни одного выходного И каждый день Весьмена Так меня военком Когда призвали в армию Я готов был обнять его Я в первом же Месяц там Полтора прошло Сколько Два не полно Я на 11 килограмм Поправился Потому что Это дрожание Ягненка Перед волком ушло А они какие люди Он топор на шею вешает Это живем бесстрашно Я расскажу От чего лишний вес Ты тоже хороша Да конечно Значит первое Самое прозаическое Обжорство Лишние калории Лишние Все эти кальмары Все эти жарения Исключить Второе Самая настоящая Лень Лишние не переработает А Покровский Министр здравоохранения Говорил Человек должен Трижды В день Не шутейно пропотеть Или бежать Или работать Не просто тяпочкой Там потяпать Ты должен пропотеть Усилить Ну норму дай Сколько в колхозе Надо было вырабатывать Третье Качество Это многоспанье Что дает Жир лишний Во сколько Встаешь Во сколько Ложишь Во сколько Днем И четвертое Качество От чего человек Палли друг за другом Это беспечность Тебе раз Если никакой нету Народ погибает Не взволнуешься Ночью не встанешь На молитву Не заплачешь Вот какое дело Это у меня в материалах Как раз и есть Так а ты меня судишь Лучше быть сегодня Судимым Говорят С человеческим судом Нежели судимым Быть Божьим А люди Предстают Суд Божий А пришел раньше времени Тебе срок такой Не был назначен А почему Ну причины разные Это не воздержание Как правило Люди которые Не знают нормы Ни в чем Они короткозненны На земле Вот человек Приехал на дачу Ну у него 5 соток Я лопатой 5 соток вскопаю Я вскопаю А дальше что А дальше баня Он же на даче А дальше что После баньки С топоря И в утро Готово дело Скопыльнулся А там на сердце Одна нагрузка Вторая Третья Вот это правильная жизнь А что правильно то Ну что Должен это Молитву Нет неправильно Указали так Вот так сверху Вниз А потом направо А потом на небо А потом поклониться Так чтобы рука Могла пол достать Муравей А вот я тебе скажу Допустим У меня каждый день Полторы тысячи поклонов Понимаешь как тело Когда моришь Да еще ночью Встанешь на молитву Каждую ночь не пропустить И ты почувствуешь Эта жизнь Вот это прах Я в глаза не вижу Эту жизнь Вот и все А смотри Слово то задевает А как же Это еще бы как А то это сын Игорь Я скажу Игорь я выполнил программу Ах Владимир Владеть миром Это непросто Нам Бог дал радость Бытия Родители нас не убили В утробе с тобой И поэтому у нас определенная цель Достичь царства небесного Это называется Небесная пристань Туда мы плывем С тобой Игорь Ты ведь много говорил Он тебя здорово песочит Игорь строгий человек Он не будет Зря трогать Вот Я его тоже говорю Еще же это так Да это я из лучшей силы Это Марина Ну А вы говорите Все такие худые У Лапкина Ну это правильно Мы худые Ну ты посмотри Сколько батюшка работает Он сам косит А косой Помахай-ка где-то У него овешек Как оласта овешек Каждый задай На вас вывези Все Это батюшка Священник Он с тарелкой По храму не ходит И во всяком деле Везде участвует Но он был у нас тоже А когда? А я не помню В каком году? Ну мы 6 лет здесь Ну Вот он наверное В тот год и был Когда мама умерла Он приезжал к этим К Татьяне с Николаем А батюшка? Да Его посылал архиерею Он не сам приезжал Ну нет Он приезжал сам Ну чисто физически Ихи посылал Узнать Они сказали Тут чуть ли не община Никого нет Татьяна Татьяна там была община Но у них этот отец Александр был Сейчас они опять нашли У них был Он опять обберет Опять обобрал Вот уж все и уехал Они ему сказали Что он на него дом не сделает Обобрал документы на дом Украл и уехал Что они сказали Что дом они бы теперь На священников делать не будут А только на прихожан Они вот собираются Там на пятерых делать Ну кто ходит На всех сделать Понимаете? А знаешь почему? И он и уехал Они говорят Оба они такие глупые Дело не в глупости Дело в непослушании Он бы пришел Вот человек Который жизнь прожил У него все разумное По жизни Это по жизни Он бы дал совет Стоит ли связываться С этим попом Который жульничает У него ответ Это ни одного Ненадежка А он монах Его выгнали у нас С монастыря А он к ним Елисей А он опять Они взяли Сейчас опять Ищут не своего Теперь будет свой у них От этого Мне знаешь что Тут не понравилось Будто бы Мне как передали К ним приехал Какой-то эромонах Вот он и есть И будто бы А он узнал Что книги мои там у них И они собираются ехать В Барнолу Ко мне заехать Он запретил Запретил? Это я правда говорю? Правильно Это я вам говорила Я сказал Если вы меня щураетесь А моим хлебом Все время питаетесь Ну Ну сами рассудите Какое общение Он им сказал Если вы пойдете к нему То я вас причащать не буду Причащием Ну как мы Как мы беспричащием А он сам Кому он принадлежит Который причащать не будет? Не патриархия? Нет Патриархия Наш Он патриархийный? Да Так зачем к нему Идти иди Другой храм Храм-то не один А я ему это и говорю Зачем вы его берете Нам нужно Полгода рамки Которые причащием играют Он шантажирует Настоящий храм Я тебя в рай не пущу Смысл-то вот какой А он там и жил У них же в доме и жил А сейчас уехал Ну тут уже ничего не скажем Дом их Они имеют полное право пускать Они живут Ладно У них квартира Они полностью ему отдали Все дом Только сами Ну это их право Они пускают Может быть им нравится бомжевать Да там у них и лучше Интереснее чем Они у меня в лагере жили Ну Николай с Татьяной Ну и все Вот они прошлый год Я скажу с ними Может иметь дело Но она больна Это правда Развалюха Он может Вполне работать Ну да И не видит И не слышит И давление А вы эти книги Которые стоят Приходилось читать? Читал конечно Вот до слова Божия Они вот Это узкая Биографичность такая Я все читал их А вот эти вот Один, два, три Вот Которые там Это трехтомник Это посланы Подарок Путину Медведеву Патриарху Кириллу Интересно И 125 священников Получили в дар А хоть от одного Что-то было Что вы получили Или вы Ну разное Есть такие Один вышел Вышел И Братья и сестры У нас в храме Сегодня как Тепло Тепло Так это мне Игнатий Трехтомник подарил Я сжег его Поэтому так Похваляется Ничего себе Придет время Будет еще жарче Вот Если мы Вот поехала Тут у нас была Сестра Из Канска Я ей дал Вашему епископу Подари Есть которые Благодарят Есть которые Даже письма написали Ну а другой Он Вообще Ничего не понимает У нас Есть такой Известный Отец Виктор Теплицкий Он сегодня крестил Я ему Дала К этому К Кестину Православия Да Кому Это А у нас Сейчас он Протеерей Николаевский Теплицкий Не знаю Он по телевизору А вот она знает Здесь был Священник Олимпии Анна знает Ну это Ну я его знаю Он в этом Это 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 зять Нашего Войтовища Да Да И это Татьяна Его матушка За ним Она Закончила Кажется Педиатрию Педагоги Медицинские Он подхрамывал Он хромал Он хромал Его сейчас почему-то нету Он простой Простой Но он никакого участия У нас не принимал Потому что отец там Все командовал Он полный Ну теперь я его не узнал бы Потом был студент Семинарист Олимпий здесь Олимпий Нет Его год всего Как в этом храме Нет Храм Это Архангела Михаила Володя в этом храме Купель Стрелял Делал Устанавливал Ты не встречала Я не встречала Такой Юрий Портовский Он учился Ему Геннадий Фас преподавал Он мог быть священником Но посмотрел Как священники Которые Семинаристы Курят Пьют Что делают Я сказал Как еще фамилия скажите Портовский Юрий Я фамилии не знаю А Юрия знаю Он был Он ушел Мне передала Анна Ушел к язычникам Ну вот его нету В храме Вот Для этого До этого была такая прелюдия Я сказал Добром это не кончится У него было Я не сказал Я не знал чем кончится Когда она сообщила Что ушел В язычество Я говорю Результат естественно Проистекает из того Что было впереди Крайне обещивость Как язычникам Обещивость Обещивость человеку Ну отнимает здравый смысл Ну понятно Обижаться Он заобиделся на кого-то Ну и в отместку ему А я пойду к язычникам Это наша природная Родноверская Русская Так что за тебя Велас умерла Язычники Это баптисты язычники Нет? Да нет Язычники Русищи были До обращения К князю Владимира Перуну поклонялись Дальше Бог Там разные Вот эти Идолу И Христианину С высшим образованием Закончил библейские курсы И пойти И баптистом Я понимаю Пошел человек Отверг там Разные Иконы Это объяснимо Понятно Но пойти в язычество Ну вот наверное Он даже Он по телевизору выступал И он был И он детей учил В воскресной школе А потом раз И наркоманами занимался И наркоманами Это один из них храм Я его хорошо знаю Это значит он Он маленько подхрамывает Может быть он работал Раньше летчиком Вот У меня прям лицо его И он по телевизору часто Он знаете Он был при Антоне Который у нас уехал Ну не последние годы А вот тогда Когда я начала Это где-то 95-е годы Он был По И сам по себе Он хороший человек Я хочу добавить Хороший По соглашению С другими этими Он хороший человек Но Обещал Довела до того Что он все порубил У меня знакомая одна Ее даже нельзя высказать Какая она хорошая Она Берет несколько сирот И полностью одевает Кормит И воспитывает Сирот не дома А там Ну В сиротском доме И вот к ней идет контейнер Она предпринимается Товарами торгует И контейнер обокрали В Барнауле есть какая-то Да-да Она стариков только Валентина Артеменко Это старик Про стариков говорили Женщина стариков На Алтае На Алтае Берет Очень хорошая Я не знаю А то ли говорим И вот она мне Одна же говорит Ее обокрали Милиции никакого нет Второй раз обокрали Я говорю Чем больше добра делаю А родители были репрессированы Я не буду больше верить Христа Я мусульманство приму Я все иконы выбросила Я говорю Валя Ты что делаешь Ты в умели Господь испытания показывает Она добрая Ее меценат Столетие назвали Ну добрая Я даже зашел Что-то мне надо было По лагерю Первый раз она меня видит Она вообще Меня не знает Она дошла к сейфу Открыла 3000 мне дала И все А потом приезжала Потеряевку Там покупала Что на лагерь Масло Там я сказал Надо 90 килограмм Она тоже его привезла Ну мы каждый день Молимся за нее И вот эта обидчивость Огорчение Сказать Непереносимое Оно кидает На такой борт Кладет корабль Откладывается На себе Надо перевозмусь Бог это допускает Есть такое выражение У святых Что если Человек делает добро А испытаний никаких нет Бог не принимает Такое добро Оно должно быть С искушением Что-то не так Там не приняли Там выгнали Там покусали А я благодарю Бога Бог смотрит Ты просто по привычке делаешь Или у тебя Настойчиво стремление Вперед Богу нужны бойцы Ну вот я приехал В Барнаву Меня за кого-то приняли За какого-то За Войтовича За кого? За Войтовича Только там магазин У нас рядом зашли Ну Они все Он последний Который умер Вот Войтович Горбинка Горбинка Нос Такая же у него бородка Очень даже похожа Есть Очень сильной Вот сейчас вы приехали Да Похоже Магазин захожу Похоже Он умер Ну Умер Вот он недавно Да Ну уже два года будет Похож Действительно А тот Накэ фамилия Нет Кого? Юрий? Портовский Нет Нет Я имею ввиду Еще-то был Который тоже притеснял вас Накэ фамилия Так Подожди Костриков Нет Кочетков Да нет У него табличка Даже вот на Пересечении Как трамая Поворачивает К вокзалу На этом доме Табличка Остановка Тут Капранов 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 он отсюда Он не преследовал Не преследовал Ну а Статьи Которые против меня писали Мне говорили Это он написал Ну вот я Знаю Он открыто не выступал Он из-под тяжка Ну и естественно Я ему тоже монеты платил Когда люди спрашивали Как Я говорю Он не знает Духовного рождения Я послал к нему людей Я говорю Поговорите Как он к Богу обратился Он лет Наверное Шесть или семь Отбывал за Скворцова Они готовили Свершение власти Учили Как на танках Стрелять Уничтожать коммунистов То есть Боевая организация была Но он только Материалы разносил Он и оружие В руки не брал Ну ему накрутили По полной катушке И там он стал задумываться Один студент Что-то там ему сказал То есть Никакого обращения не было И он внезапно умер Спасал себя Спасал себя Я не могу сказать даже Он обрел Он знает Он близко знаком был Со Ставьим Виктором Писателем Он к нему приезжал А тот матершинник был такой Это ужасный просто Я ему сделал замещание Что ж ты Виктор Петрович В моем доме Священник Это же настоящий был писатель Талантливый Без Бога Все твои таланты Они будут вращаться Где-то в другой сфере Совсем Отец Михаил Капранов Когда мы Наши люди Посещали его занятия Ну он своих спрашивает Скажите Ну кто-то скажет Нет Ну а там наши Поднимут руку И ответят на вопрос Он О Вот она Игнатьевская школа Видите как отвечают люди А вы не можете То есть он как бы Возвышал Поддерживал Это было И сын у него молодой Дмитрий Он перед этим умер Внезапно умер Внезапно Тоже Ему не знаю 38-то было Не было Они меня Как угодно Эти Другие Конечно Вот когда он был здесь Бурдин Благощинный И видимо Скачков был А у Бурдина Жена Анна была Анна Николаевна И вот я уже сижу Там в лагере А они судят Игнатья У него икон нету Не признают А она матушка была такая Смелая Даже дерзкая И она тогда Я не знаю Епископ был или нет Она там встала И говорит Как вам не стыдно Врете вы Человек на каторге Полуживой там Услышал что я где-то В туберкулезном И вы сидите и врете Да ты же у него проходил Переплетное дело У него ни одного места нет Вся стена в иконах А другая кровать Это вверху у меня есть И говоришь Икон не было И все замолкли Опустили голову То есть он у меня В дому был этот человек Учился у меня И при всех заявляет Что у меня нет икон Ну допустим даже нет А ты о чем разве говорит О том что я враг тебе Или православию Но у меня икон было Допустим 150 Сколько же я должен был иметь Ну дом повыше Все в иконах было И матушка конечно Могла по другому сказать Но она так Прям их усекла Молодец И они сразу перестали Свои дети А персиан Священник Я бабушке одной дал пленки Как репрессировали люди Говорят о себе А он забрал эти пленки Послушать И пошел Уполномоченную отдал А тот отдал в КГБ А местное переслало в наше И мне на шею повесили А когда дело это закрывать Я вижу персиана А он химией занимался Персианов еще Он химик Он очень знакомый У него лаборатория дома была Он был в Красноярске Я бы с удовольствием И хотел подарить ему книгу У меня запасная есть Как говорится Отомстить ему Враг голоден Накорми его Трехтомник подарил Ладно Ребята там наверху пропылесосили Хотят быть А я в машине останусь Там правда насекомых много Перетерпим Чего много? Камы? Мошкары Мы сейчас оставили Глаза не сходят Это вы были в тайге А у нас нету А у нас еще диван свободный На веранде Нет, ладно Мне это то, что надо На веранде на окне Я беспокоить буду ночью Вставать и поэтому не хочу просто Ну А там я один Ну Мать Приехали-то мы к вам не зря Повидаться Побеседовать Да, конечно Игорь наказывал С батей побеседовать Еще с Михаилом бы немножко Я уже маленько побеседовал Потому что Это может встреча быть последней Да почти наверняка Вряд ли еще встретимся Да Мы уезжаем отсюда Уже прямой наводкой пойдем Заезжать никуда не будем Бог знает, как будет Ну вы, наверное, Красноярск не минуете А? Красноярск Вы не минуете Ну, через него проезжать будем Нам уже не надо Мы все сделали Тогда вы, если будете ехать Вы сейчас можете Тут объездная дорога есть Какая? Николаю надо рассказать Он не знает дороги Да, вот надо Вот Вы тут проезжали Это дорога длинная Которая мы едем Она очень длинная Вот прямо Через город вам не ехать Вот объездная дорога И вы прямо прямиком И Объездная дорога Объездная дорога Да, Красноярск Объездная дорога И она на Новосибирск идет? Нет Туда На Канск А, на Канск? Не через город Ааа Ну и назад поедете К Киркутску К Киркутску, да К Киркутску, да К Киркутску, да А назад Опыта-то никакого не было Учился в школу Техникум А теперь направили работать Органы МВД И оттуда меня... Это вас еще с Барнаула отправили? В Барнауле В строительный техникум В колледж теперь Вот И направили сюда У нас было три курса И только четыре прораба Остальные мастерами Бригадирами Я в том числе В четверку попал Ну а почему направили МВД? Отец Инвалид войны Пролетарского происхождения Тогда все это копали Да, копали, копали Все Три дяди у меня Все на фронте погибли А никто не знал Что у меня внутри А внутри у меня был террорист Я до того ненавидел Эту власть Вот это Проклятое Что они делали Со страной моей Я это знал Распулачивали Я думаю Я им отомщу А Господь показал Тебе буду мстить А не ты Если бы Я не встретился с Господом Ну я бы был Где-нибудь среди ваххабитов Или где-то Чтоб только отомстить Коммунистам У меня игры-то настоящей не было Я все время Ружье у меня Стрелял Ножи Лазить Прыгать Я тренировался До изнеможения А Господь остановил Как Саула И показал Вот теперь на Тибе Все это будет Да я ничего не сделал Я только тренировался Помню в армии Когда первый раз Пошли на стрельбу Ну стреляет Так как они А это же не снайперская винтовка А у меня 99 из 100 Я в строя Секции стрельбы Занимался И боксов Техниками Если бы Бог не призвал Я бы давно Жизнь закончил Это Это невозможно Шел добровольством В Алжир воевать Скажи надо Это было мне Охо дурак 100% Они до сих пор воюют Пошел Добровольством Воевать В Алжир Фух Дай Бог вам здоровья Всем и братьям Мы как с Игорем Мы как с Игорем встретились Игорь только когда Как сказал Едут Я говорю Обязательно пусть заезжают Ты что Как мимо проехать Даже разговоры не Чтоб заехали Я говорю Не спать На втором этаже Надеемся Вчера мы еще созвонились Или сегодня даже Все Дали адрес Игорь перезвонил еще раз Благословен Господь Мы как обновились здесь Мы ехали-то пропитались Да, конечно У кострада на комарах Это мы если завтра Доедем до Абакана Там дальше мы на Минусинск И сразу сюда выходим Ладно Вы когда будете в Барнауле-то? Да, где-то в июле В июле В июле мы будем там Приезжаем 7 июля Я там не буду И так, наверное, через дня два Мы выезжаем уже до августа В другой конец туда К Свердловску Как Бог благословит Ладно По карте этой мы посмотрели Николай дорогу-то не знает Обязную Он говорит Я не знаю Вот карта Очень хорошая Сфотографирую ее Посмотри Вот, посмотри Вот это у нас идет Сейчас я покажу Так, это идет Кемерово Кемерово Вот Дальше идет вниз Так, еще где тут дорога? Подожди-ка Красноярский край А где вы дальше Красноярский-то показывали край? Ну-ка Оттуда вниз идет дорога Это Алтайский край О, вот значит как у нас дорога Вот мы сейчас находимся в Красноярске Вот мы идем завтра Абакан И рядом Минусинск Вот эта дорога возвращается Говорит, плохая дорога Мы снова ей возвращаемся И дальше идем вот на Иркутск Ну а дальше тут они не русские Тут вообще делать там нечего И прямо уходим в Байкал А вот это Красноярское водохранилище Вдоль него мы будем ехать и кое-где видеть даже Да, видно его все время Разговаривали с отцом Тут как авария-то на станции была 75 человек? Да 75 человек Как вода могла подняться Я не говорю, не могу понять Они Помещения же Рабочие были выше На много уровня воды И вода когда сорвала Все, она вся туда ударила Кверху-то И там все перекоростило Вынесло А потом спало Люди сидели в кабинетах Работали И вдруг Рев Вода пошла А почему Оборудование Шаталось Не смотрели Наконец сорвало все Ну сорвало Всего Это самое В пределах нормы В пределах нормы Да какие в пределах Надо затягивать Надо было подтягивать Все время Смотреть Ну как Чернобыль В пределах нормы Уже кипит Уже невозможно остановить И Орануло на Европу И тут так же Как вырвалось Все это Там перекалю Металл Ну был кто-то там Спортсмен Кто-то А что он сделает Он в водовороте Исчез сразу Ну Там вообще Пихнуть не успели Конечно И не выпрыгнуть Никуда Ничего нет Она все Сметала На своем пути Да все На своем Ладно Готовьтесь Ребята Я схожу Может с Михаилом